Пьем чай, отдыхаем. Замеры происходят. Размеры ему лак. У меня в очереди, потому что он примерно то же самое, что он и тогда был. Он просто двойный здесь один. А потом подзвонил медведь. А вот здесь он валялся. Он видел нас чуть позже и потихонечку ушел в горизонт. Думаю, не захотелся навстречаться по ходу. Хрон. Получается так. Ну правильно, что, ветер дует. Медведев холодно. Хочется какого-нибудь уюта, тепла. Вот он такой чук-чук-чук-чук и нарыл себе маленькую норку. Полежал и пошел дальше за рыбкой. Новая препятствия на нашем пути. Торосы. Во времена первопроходцев мало кто возвращался из арктических странствий без пушнины. И в принципе мало кто возвращался. Сегодняшний аналог пушнины, как нетрудно догадаться, сэл-фятина. Да контент же социальных сетей. Тот, что у тебя на руках держит, а ты их должна прямо. Если я вот так пьююю. Как оживились-то. Вот они, натуральные ценности. А не всякие там синтезированные. Че ты тут на нажимал? В любую эпоху большинство будет стремиться к уникальному, общественно одобряемому опыту и его демонстрации. Вот она демонстрирует, а я одобряю. И уж лучше модные селфи в полярных торосах или с пьедесталов почета, чем... Чем что? Да, потерял мысль. Даже не ищи. Тут и спорить не о чем. Кстати, торосы чем-то похожи на пьедесталы. И наши герои разворачивают флаги в знак очередных достигнутых вершин на маршрутах своих биографий. У меня аж сало изо рта выпало, как ты так сказал. Да. А нам вот сейчас предстоит очередное испытание на прочность. Одно дело селфи делать. Совсем другое идти с флакушами по такой вот пересеченке, где того и гляди и притаился. Ледяной разлом. Припорошенный снегом. Очень коварная вещь. Как дела, Мария Мировича? Его отлично. Я бы наконец попал в свою родную стихию, в торосы. Кому бать, да? А кому бать, родная? Да, чем ближе к полюсу, тем больше торосов. Такие нагромождения льдов, это ведь как пробки на дорогах. И чем более интенсивные течения подо льдами и ветра надо льдами, тем больше таких пробок. Да когда путь свободен, даже нам уже скучно. Глазу не за что зацепиться. А тут такая красота вокруг. И ты такой весь герой, преодолеваешь сложности. Арктика без торосов, это, наверное, как Новый год без ел. Так главное и торосы пролезть, и ничего себе там не расцарапать. Похоже, что после вчерашнего марша через остров Самуила по дикой пурге такие препятствия ребят уже не пугают. Давайте ж послушаем Егора Капустина, который как профессиональный спортсмен еще на берегу нашей истории попросил себе самой тяжелой волокуши с общим провиантом. Какой же ценой далось ему вчерашнее испытание? Я шел один. Я не знаю, что на меня нашло. Обычно, когда я устаю, я просто говорю, Егор, смотри. Но у меня в голове проскочило. Зачем ты здесь находишься? Тебе оно надо? То, что говорит Егор, это типичные признаки холодовой усталости, когда психика дает сбой от постоянной смены температур. Ноги болят, все болит. Вот эти вот 50 килограмм за мной едут. И просто назад меня уже сейчас перетянут, блин. Потом увидел, что подъехал Дима и помогал мне с этими волокушами, чуть подталкивал вверх, за что я ему бесконечно благодарен. А ведь Егор скромный парень и так и не рассказал, как еще в первый день похода предложил поменяться лыжными ботинками с одним из участников и взял себе более неудобные. А, вот он еще про больные ноги-то говорил. Да, с Егором ему, конечно, очень повезло. Этого еще про других ребят не знаете. Окей, если даже все такие доблестные, то как тогда назвать человеческое качество, благодаря которому заранее меряются ботинки, горелки работают как часы, и в итоге вся их доблесть не тратится на исправление собственных косяков. Боюсь, что для такого качества даже слова нет в русском языке. Хотя оно бы не помешало. Нашли такие две лунки, и вокруг них следы медведя. Много следов там. И какие-то желтые следы. И вот... Желтый-то пописал медведь, пописал. Капитан знает. Это, может быть, это пописал тюлень, который увидел, когда к нему идет медведь. Вот Антон утверждает, что из одной такой лунки показывалась чья-то голова. Вот что-то такое было там. Мы находимся в центре арктического заповедника. Не заповедник, а зоопарк. Вот. Тюлени, медведи, школьники, в общем, все в одном месте собрались. Слабо соленая вода. Вкусная, кстати. Мне нравится. Вкуснее, чем в Черном море. Она менее соленая. Это я. Прямочан, ты попробуй попей. У нас свои дела, у медведей свои дела. Мы видим друг друга, машем друг другу рукой и расходимся по своим делам. Очень все... Вот так, как должно существовать правильный человек и живая природа. Чья кружка? Моя. Спасибо. А есть у кого-нибудь салфетки? Вырухну. Чья кружка? Это чья? Моя. Рецепт самых лучших мутербродов в вашей жизни. Берем мед за летом. Через пару дней эти довольные, счастливые лица будут ныть. Потому что они с ней есть. Алексей просто при себе знает. У него такая ситуация, что летом бумагой случилось. У него есть 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 у него Продолжение следует...